Вечер на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире. Прямо сейчас обсуждаем сразу две темы. Это медицинская реформа, как у нас она будет проходить в Украине. И также поговорим о предстоящей сессии Одесского областного совета. Судя у нас Виталий Свичинский, глава Савранской районной государственной администрации. Приветствуем вас, Виталий. Добрый вечер, Виталий. На ваш взгляд, реально в наших условиях сейчас провести хорошую медицинскую реформу в Украине? Я убежден, что ее необходимо проводить. По поводу ее необходимости. Да, то, что существует сегодня, но мы не оказываем никакой спектр медицинских услуг. Вне зависимости от уровня, сельская это медицина, районная или областная, в любом случае нужно реформировать. Я считаю, что есть, конечно, некоторые ошибки, есть какие-то вопросы, но все-таки то, что мы идем по пути реформы, то, что мы будем что-то менять, что появится какая-то страховая медицина, появится такой феномен, как деньги будут идти за пациентом. Мы обычно знаем, что мы койки финансируем, а пациент, ну вот приходи только сюда, теперь будет изменена эта система. Это очень приятно. Я на самом деле могу сказать, что в Савранском районе мы где-то приблизительно полгода назад, может даже раньше, начали уже процесс реформирования медицины, отказались от определенных услуг, перенесли их в другие районы. И могу сказать, мы вчера проводили анализ и очень положительные впечатления. Ну давайте посмотрим видеоматериал о том, что предполагает медицинская реформа в целом и вернемся к обсуждению. Бумажные карточки отменяются. В Украине стартовала медицинская реформа. Законопроект об изменении принципов финансирования системы был принят 8 июня в первом чтении. Ко второму чтению парламент внесет правки. Основные пункты изменений. Реализация медицинской политики будет передана от Минздрава к новому госоргану Национальной службе здоровья Украины. Финансирование больницы и оплата труда врачей будут переведены на конкурентные условия, то есть ставки не будет. Вместо этого медикам государство заплатит за каждый визит к больному. Сумма должна будет покрыть базовые медицинские услуги. Таких пациентов у врача может быть не более 2000 в год. С каждым будет заключен договор о сотрудничестве, который вносится в электронный реестр. Предлагается ввести трехступенчатую оплату медуслуг. Гарантированный или так называемый зеленый пакет. Покрывается за счет государства. Включает лечение детей до 14 лет, сопровождение беременных и бесплатные роды. Плюс в него входит оплата неотложной, первичной, а также палеотивной помощи. Синий пакет. Сооплата государства и пациента. По такой схеме планируется оплачивать консультации узкопрофильных и специализированных врачей. Лечение в стационаре, проведение операций. Но точный перечень синих услуг, а также тарифы и пропорции сооплаты в правительстве обещают составить позже. Красный пакет. Пациенту придется заплатить из своего кошелька за стоматологию и эстетическую медицину. Следует также сказать, что сегодня медработники празднуют свой официальный праздник, День медработника. С этим мы вас и поздравляем. Спасибо, что находите силы и бережете наше здоровье. Главное, чтобы были созданы все условия для того, чтобы это вам делалось легче и ничему не препятствовали. Ни бюджеты, ни какие-то еще бюрократические и бумажные проволочки. Хочу напомнить телезрителям заодно, что у нас работает голосование, которое я сегодня звучу следующим образом. Главная задача медицинской реформы – три варианта ответа. Доступность лекарств, улучшение качества и страховая медицина. Оставляйте ваш вариант ответа. К концу вечера подведем итог. И по традиции вам задаем вопрос. Виталий, вы бы за какой вариант проголосовали? Я могу сказать, что нынешняя система включает несколько пунктов, элементы страховой медицины и обязательного медицинского обслуживания. Поэтому я думаю, что вот этот небольшой симбиоз, который сегодня предлагается, мне нравится этот. Потому что мы должны понимать, что у нас люди не готовы сразу перейти к страховой медицине. Должен быть какой-то люфт, потому что социальной ответственности нет такой еще. И люди, которые, к сожалению, сегодня работают, получая зарплату в конверт, они не платят взносов необходимых. И, соответственно, когда этот человек тяжело заболеет, ему в любом случае нужно оказать медицинскую услугу. И вот это нужно оставлять. Просто вот этот переход, ну, когда ты вроде бы как понимаешь, что медицина бесплатная, да, это твое право, твое решение, там, благодарить доктора за оказанную услугу. Но вот людей очень многих пугает, как это теперь, что медицина будет платная? Ну, я говорю о том, да, я говорю о том, что должен быть определенный спектр платных услуг и определенный спектр бесплатных услуг, которые обязательно должны быть. Например, бесплатные какие? Ну, например, по ургентной помощи. То есть мы говорим, если это экстренный больной, то ему нужно оказать бесплатные услуги для того, чтобы его как-то реанимировать и так далее. А дальше уже понимать, ну, какие дальше действия нужно производить с человеком. Но реанимировать человека в любом случае необходимо и не ждать, пока никто-то заплатит. Скажите, мы вот уже какое-то определенное такое затяжное время находимся без главы, исполняющей обязанности министра здравоохранения, выполняет Ульяна Супрун, однако главы нет. Получится у нее это или есть у нее соответствующая команда, на ваш взгляд, и как вообще ее оцениваете в этой роли? Ну, достаточно много неоднозначных здесь тоже моментов. Я могу сказать так, что попытки у них хорошие. Конечно, есть многое недоработано. У меня там по, например, первичному звену еще тоже есть очень-очень много вопросов, как это будет реализовано. Но то, что они движутся вперед, это очень хороший знак. А где вы заметили это продвижение вперед? Просто, ну, есть такая позиция. Ну, я вижу в законодательных инициативах, я их читаю, ну, я понимаю, что если данный закон и данные изменения будут приняты, то медицина абсолютно по-другому начнет работать. А не считаете, что вот люди, которые, ну, вот тот же Александр Квиташвили, человек вне системы, не очень понимающий, как работает здравоохранение в Украине, Ульяна Супрун та же, не очень понимающая, что тут уже происходит? Я думаю, за это время они уже изучили однозначную ситуацию. Ну, а вы считаете, что у Александра Квиташвили что-то получилось в этом смысле? Ну, может быть, у него не было достаточно воли, а может быть, не было политической воли достаточно. Сегодня мы видим какое-то, ну, какое-то соотношение политической воли сделать реформу и какой-то пакет законодательный, который есть. И это неплохо. С такими темпами, которые вот вы узрели, сколько нужно для того, чтобы реформа состоялась в Украине? Ну, я убежден, они называют поэтапные, там, около пяти лет на полную реализацию реформы. Я думаю, что это, ну, такой оптимистический достаточно срок. Эта система очень сложно меняется ввиду того, что, ну, она очень закостенела, она очень давно не менялась, и люди привыкли к определенным вот таким стандартам, какие есть. Может быть, некачественной медицине, но они привыкли к ней. А почему вот тогда люди пытаются сорвать реформу? Казалось бы, вот это те изменения, которые давно нам нужны. Ну, потому что я говорю, что нашим людям очень тяжело привыкать к чему-то новому, их очень часто обманывали. И они уже боятся, что сломав нынешнюю систему, не построят вообще никакой новой. Ну, пытаются же сорвать не украинцы, у процесса этого есть и другие заказчики. Ну, да, да, к сожалению, мы имеем эти проблемы. Я считаю, что здесь есть и политическая составляющая, есть и объективные какие-то замечания к этому, к этим законодательным инициативам. Но я могу точно сказать, что то, что это проголосовано в первом чтении, это говорит о том, что есть как-то правительство. Вот мы с вами говорим о реформе, о ее продвижениях. Однако вот сейчас в быту мы сталкиваемся с такими проблемами, что не хватает элементарных каких-то вакцин, которые просто жизненно необходимы. Иногда вспыхивают сезонные или различные какие-то неожиданные заболевания фикционные. Вот из последнего, что хватило, там, часть нашего государства, 9 случаев с летальным исходом заболевания ботулизма, то есть отравления вяленой рыбой, консервированными грибами и прочими вот подобными продуктами. Нет лечения подходящего, быстрого, только какая-то срочная реакция на это может спасти, если не запущено. Вот что скажете непосредственно по этому? Ну, я читал несколько отзывов относительно этого. Самый последний – это начальника департамента здравоохранения, и они направили дополнительные анализы, которые будут через 10 дней, относительно это все-таки ботулизм или это другая форма инфекции. Я могу сказать, что по официальным данным вакцины, которые существуют, они присутствуют сегодня в медицинских учреждениях, и в принципе… Да, и по-моему они очень дорогие, прям называют им какие-то… Да, ну, я не могу сейчас назвать точно цифры, но я могу сказать так, что в принципе есть позитив с точки зрения того, что эти вакцины присутствуют, есть негатив с точки зрения того, что мы неоперативно реагируем, но, насколько я знаю, практику видел, то после подобных вспышек активизируется вся система… Давайте как раз узнаем. …и начинает работать уже качественнее, конечно. Подробности последней вспышки, которая, увы, стала летальной, покажите нам видеоматериал. В Украине зафиксировано 62 случая ботулизма за 3 месяца, 9 из них – смертельных. Такую статистику обнародовала замминистра здравоохранения Оксана Сивак на брифинге в Киеве и признала – ситуация катастрофическая. В Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Одесской областях люди съели вяленую или копченую рыбу и оказались на больничной койке. Сыворотки, дабы противостоять ботулизму, в стране нет. Когда будет – неизвестно. Самые опасные продукты – вяленая или копченая рыба. Консервы домашнего приготовления чаще всего грибные. Инкубационный период болезни от 2 часов до 10 дней. Первые признаки – ухудшение зрения, сухость во рту и нарушение глотания, реже – рвота. Чаще всего пациенты к нам попадают поздно, через несколько дней от начала заболевания. Потому что, как правило, обычно пациент, вдруг став плохо видеть, идет сначала к окулисту, а потом только попадает к нам. Если он не сразу на это обращает внимание, то, как правило, после 3-4 дня начала заболевания. То есть это уже поздние сроки от момента заболевания. В Одессе с Нового года зафиксировано 4 случая заболевания. Один из них – летальный. В отличие от других городов, сыворотка от ботулизма есть, рассказывает главврач инфекционной больницы. Наши больные не бегают, сыворотку не покупают, потому что купить сыворотку для обычного пациента, во-первых, ее негде купить, во-вторых, она достаточно дорогая. Одна ампула сыворотки стоит около 17 тысяч гривен. Но существует. Оглушительная цифра – 17 тысяч гривен за сыворотку, но она существует, правда. По поводу активизации всей медицины и как она реагирует на подобные вспышки, нужно думать, вы все-таки считаете, что… Я могу сказать следующее. Это, конечно же, проблема, что мы активизируемся обычно после вспышки. И при том мы видим, что есть определенные проблемы, пробелы и так далее. Хотелось бы, чтобы медицина была всегда готова к любому виду инфекционных заболеваний. Для этого, соответственно, и существуют эти службы. Давайте выслушаем Виктора Сердюка, глава Всеукраинской ассоциации прав защиты пациентов. У нас на телефонной связи. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот последний вот этот случай, это целая эпидемия уже, всеукраинский случай. В Одессе один летальный исход. Все-таки сыворотка есть, но она дорогостоящая, правильно? Потому что мы вот как-то запутались. Я хочу сказать, что это, конечно, проблема. И Украина здесь дважды уникальная страна. Первое, это то, что нигде в Европе не умирает об мотовизма. И второе, это то, что уникальность Украины, это единственное министерство здравоохранения в мире, которое занимается коррупцией, борьбой с коррупцией и сеть, что угодно, кроме того, чтобы заниматься лечением и спасением людей. Но вот реформа медицинская как-то изменит ситуацию, как мне кажется? А каким образом реформа может изменить эту ситуацию, если нет у министерства задачи лечить и спасать людей? Если бы у них была задача, вот они именно на этом мотовизме, который уже действительно сверестует годы, начиная с 2014 года, и которые там и статистика скрывается, и так дальше сотни людей заболевают, сотни помирают. И это никому не интересно. И им, новой команде, абсолютно тоже не было интересно, начиная с сентября этого года, и они не заложили в бюджет ни копейки, они не сделали никаких заказов на сыворотку антидотов ботулизма. И мало того, они на протяжении полугода оборонялись от наших обращений, письм и так далее, что проблема, проблема, проблема. Говорят, это не наша проблема, она была всегда. И вот сейчас это произошло, и оно всегда происходило. Слава Богу, обратили на это внимание, и люди помирают по прямой вине Министерства здравоохоронения. Она просто хоронит людей. Как это в Министерстве, как начальники, которые сейчас хоронят людей, могут думать о светлом будущем медицине. Страна вечно будущей медицины. Машел Юженко со мной в будущей клинике, а теперь все хотят всю систему сделать в будущем. А сегодня надо жить даже в Одессе. Может ли вакцина стоить дешевле, чем 17 тысяч? И сколько она реально, вот ее минимальная цена, на ваш взгляд? Вопрос в следующем, что защита от всех, а их больше десятка подобных смертельных болезней, для того, чтобы защитить всех людей в Украине, всех граждан Украины, для того, чтобы иметь запас для неприкосновенных, куда можно добраться и получить буквально первые два часа во всех клиниках за рубежом, в Польше, даже в Молдавии, есть надпись «Телефон, два часа доставка». И не важно, сколько она стоит на самом деле. Так вот, вся стоимость защиты всех людей, очень редко бывает, действительно. 100 случаев, 500 случаев, стоит всего 50 копеек в год. На одного украинца стоит создание этого невозобновляемого, неприкосновенного запаса на случай эпидемии, на случай смертельных заболеваний. 50 копеек в год. Да, вот сейчас мы нашли, прямо сейчас, в Польше есть всего 50 флаконов. Всего 50 флаконов нашли Европу, не заказанных другими правительствами. И это заказано правительством Словакии. И оно, возможно, может попасть в Украину. Есть ли, ну и так далее, и так далее, и так далее. И оно стоит, это флакон 450 евро. А английское производство стоит более 1000 евро. Канадское более 2000 долларов. Но, тем не менее, правительство США покупает 200 тысяч дрон по 2000 долларов и больше, только потому, что в такси ботулизма есть биологическое оружие. Один грамм убивает миллион людей и больше. Один грамм ботулизма может уничтожить всю Одессу на самом деле. Вот о чем мы говорим. Поэтому американское правительство говорит, что... Виктор, хотелось бы понять, не сколько человек может пострадать, а сколько человек не должно и не пострадает. И что для этого нужно сделать? Вот данная ситуация. Что делать? Для этого нужно сделать. Есть пример. Министр Испании, здравоохранения, когда там были случаи дифтерии, тоже смертельные заболевания, и в Украине это будет. Садит человека в самолет и получает эту сыворотку. И рассчитали, тоже был случай с ботулизмом в Польше. Министр сажает человека в два самолета. Один в Ангел, другой в Москву и привозит эту сыворотку. Вот что нужно делать. У супрум миллионы на счетах. Ты сделала это? Возьми за свои деньги, полети в Америку, договорись, там есть 200 тысяч долларов. Ульяна Супрум не может всем оплачивать все сыворотки и все населения Украины. Скажите, очень коротко, если... Это преступное бездействие. Сейчас еще раз призываю, потому что мы уже выиграли один суд по преступной бездействии в Семинздраве. Это преступное бездействие. Родственники умершего десита и всех украинцев пусть обращаются, поддержат этот иск в суд. Да, услышали вас. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за информацию. Виктор Сердюк, глава Всеукраинской ассоциации прав защиты пациентов полностью на телефонной связи. Виталий, остается немного времени. Хотим с вами обсудить предстоящую сессию Одесского областного совета. Что от нее ожидаете завтра? Какие вопросы будут подняты? Я всегда ожидаю от сессии областного совета работы и голосования. Но вот по нашей информации возможно будет очень сложная завтра сессия, какие-то там чуть ли не перевороты планируются. Во-первых, что за информация? Я думаю, что сессия завтра пройдет спокойно и в принципе проведена работа со всеми депутатами и проговорены все те острые моменты, которые стояли на сессии. Я убежден, что завтра все-таки удастся в конструктивное русло перейти. И все же вы тоже слышали эту информацию. Кто и что планирует, что за неспокойная обстановка? К сожалению, я выступал в областном совете и говорил, что очень часто оппозиционный блок политическая партия склонны вот к такому политическому цирку. Я это называю. Это точно не политический театр. Потому что театр это что-то более на чувствах и так далее. Это цирк, вот визуально покричать, помахать. На драматургии однозначно не тянет. Я очень надеюсь, что у них вот эти клоунские настроения закончатся и они уже поймут, что областной совет необходим для того, чтобы решать вопросы местного совета, а не геополитики и местных советов и решать вопросы социально-экономического развития области. Да, на самом деле хотелось бы, чтобы так оно и было. Благодарим вас, Виталий. Спасибо. Рассчитываем на конструктивную и полезную сессию. Виталий Свичинский, глава Савранской РГА был у нас в гостях. Сейчас же мы передаем слово Ксении Терзи. Она ознакомит вас с последними событиями к этому часу. После новостей вернемся в студию. Поговорим о том, как в селе Васильевка пытаются отжать предприятия. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин